Здравствуйте, в эфире программа 7 минут и в гостях у меня сегодня Юлия Хренова, старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Рязанской области. Юль, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы сегодня с вами собрались. Здесь по такому вопросу изменения законодательства в сфере оборота оружия у нас произошли. И вот хотелось бы узнать от вас поподробнее об этих изменениях. Да, 21 июля этого года президент Российской Федерации подписал закон, который внес изменения в законодательный акт, регламентирующий оборот оружия на территории Российской Федерации. 2 августа данный закон вступил в свою силу и внес ряд изменений, достаточно существенных, касаемых права приобретения оружия и касаемо ответственности за нарушение правил хранения и ношения этого оружия. Так, внесены изменения в возрастную, в возрастной ценз, который устанавливается для граждан, желающих приобрести оружие ограниченного поражения, так называемое травматическое оружие. Если ранее гражданин, достигший 18-летнего возраста, мог обратиться с заявлением о выдаче ему соответствующей лицензии, то теперь этот возраст увеличен до 21 года. Данное изменение не совсем касается тех граждан Российской Федерации, которые проходят службу в военизированных организациях и имеют специальные звания или классные чины, а также для граждан, которые проходят военную службу в настоящее время. Для получения лицензии в любом случае гражданину Российской Федерации необходимо пройти медицинский осмотр для того, чтобы выявить, есть ли какие-либо медицинские противопоказания к владению оружием или нет. Если раньше достаточно демократичные были требования к данному медицинскому осмотру, то в настоящее время закон прямо установил, что осмотр психиатром и осмотр наркологом должен быть произведен в государственном или муниципальном учреждении здравоохранения. Вот это существенное такое изменение, которое направлено действительно на то, чтобы снизить вероятность наличия медицинских противопоказаний по линии психиатрии, по линии наркологии. Потому что это все-таки оружие, источник повышенной опасности. Оборот его на территории Российской Федерации ограничен и имеет требования, которые предъявляются гражданам Российской Федерации, тоже, конечно, немножечко увеличены. Такие серьезные требования. То есть теперь медосмотра будет пройти сложнее и получить оружие тоже сложнее, да, разрешение на оружие? По моему мнению, если сейчас у нас достаточно много частных клиник, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе на выдачу соответствующих справок, то в связи с внесенными изменениями лучше медицинские осмотры проходить в государственных учреждениях здравоохранения, то есть в медицинских поликлиниках по месту жительства. Практически все они, я так думаю, имеют соответствующие лицензии, имеют право выдавать соответствующие справки. Это будет для граждан, на мой взгляд, проще. Дешевле. Ну, дешевле может быть, да, не могу сказать по стоимости справки. Ну, если же все-таки гражданин Российской Федерации у нас решил пройти в частные клиники, то справку от нарколога, справку от психиатра он должен принести либо с районной поликлиники, они все практически государственные, ну, либо с нашего психдиспансера или же наркодиспансера. Вот количество ограничений к хранению, ношению оружия как-то увеличилось? Да, если ранее были ограничения к ношению оружия именно на каких-то публичных мероприятиях, то теперь добавились следующие запреты. Запрещено носить оружие на территории образовательных учреждений. Исключение составляет лишь те образовательные учреждения, уставными задачами которых является подготовка граждан к владению оружием. Ну, это так называемые «ноу». Те, кто подготавливает частных охранников, готовит граждан к владению гражданским оружием, подготовку. Им, да, у них соответствующие уставные цели, уставные задачи, которые допускают ношение оружия. В других же образовательных учреждениях, то есть это в наших школах, высших учебных заведениях, средних учебных заведениях, ношение оружия запрещено. Введен запрет, скажем так, законодательно уже введен запрет на ношение оружия в состоянии опьянения. Причем административная ответственность, которая установлена за данные административные правонарушения, составляет вплоть до конфискации оружия и патронов к нему. То есть, сами понимаете, конфискация подразумевает под собой безвозмездное изъятие этого оружия, и гражданину оно уже больше принадлежать не будет. А вообще, какие-то ограничения, ответственность за нарушение увеличилась, помимо того, что в пьяном состоянии у нас нельзя с оружием патронов? Административная ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения, она только введена. Раньше в законе, в Кодексе об административных правонарушениях такого вида административного правонарушения не было. Это добавлено было части 4.2 и 4.3 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Именно эти части предусматривают ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения и ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть при наличии оснований, полагающих, что гражданин несет оружие и находится в состоянии опьянения, сотрудник полиции имеет право, а на мой взгляд и обязан, направить данного гражданина на медицинское освидетельствование. Критерии определения состояния опьянения, те же, что и критерии, установленные для водителей транспортных средств, то есть это сильный запах изо рта, невнятная речь, трясущиеся руки и так далее. То есть эти три критерии установлены приказом Министерства здравоохранения, они повсюду используются. Ответственность, да, ответственность достаточно серьезная, на мой взгляд, конфискация оружия. Оружие у нас не такое уж и дешевое. И любимые игрушки, помимо того, да? Да, для многих мужчин, все-таки среди владельцев очень много мужчин, это, скажем так, преобладающая часть владельцев, да. Для них это любимая игрушка, любимые занятия, их хобби. Конфискация оружия, я думаю, серьезный вид ответственности, который предусмотрен законом. Увеличена и уголовная ответственность за нарушение правил хранения оружия. То есть в Уголовном кодексе есть 224-я статья, которая устанавливает уголовную ответственность за небрежное хранение оружия. Если раньше она состояла только из одной части, то есть небрежное хранение оружия, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть гражданина, устанавливалась административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей, то со 2 августа эта уголовная ответственность составляет штраф в размере до 100 тысяч рублей. Существенное увеличение в 2,5 раза. Кроме того, увеличена и введена, вернее, в действие новая часть этой статьи. Это небрежное хранение оружия, повлекшее смерть двух и более лиц. В данном случае уголовная ответственность установлена в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Какие основные нарушения в связи с оружием? Основными нарушениями в области оборота оружия связаны именно с хранением и нарушением сроков регистрации оружия. В этой связи хотелось бы напомнить всем владельцам оружия о том, чтобы они своевременно обращались в подразделение лицензионно-разрешительной работы за продлением разрешения на хранение и ношение оружия. Законом установлено, что за один месяц до истечения срока действия разрешения гражданин обязан обратиться с заявлением о его продлении, приложив соответствующие документы, перечень которых установлен административными регламентами МВД России в область оборота оружия. Их достаточно много, владельцы оружия должны знать эти регламенты, и смысл повторять этот перечень я не вижу. Кроме того, достаточно часто встречаются такие случаи, когда владелец оружия поменял место жительства. Предположим, переехал в городе Рязани из одного района в другой район, или же даже просто-напросто переехал из одной квартиры в соседнюю квартиру. В данном случае гражданин Российской Федерации, это установлено Федеральным законом об оружии, обязан в течение двух недель переоформить свое разрешение, то есть перерегистрировать свое оружие по новому месту жительства. Чем чреваты совершения административных правонарушений владельцами оружия? Если в отношении владельца оружия будет совершено два административных правонарушения в течение года, это такие распространенные достаточно административные правонарушения в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, то есть хулиганства, появления в состоянии алкогольного опьянения. Ну, не значит, скажем так, не настолько распространено среди владельцев это административные правонарушения в области незаконного оборота, наркотических средств. Введены такие еще у нас административные правонарушения, которые связаны с нарушением правил охоты. То есть если в течение года гражданин, владелец совершит два административных правонарушения, то подразделениями лицензионно-решительной работы у него изымается, или же участковыми полномочиями полиции, у него изымается оружие, и его разрешение аннулируется. Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Юлия Хренова, старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по Рязанской области. В эфире программа «7 минут». Увидимся.